Не так давно мы рассказывали о торжественном мероприятии по случаю присвоения статуса казачьей образовательной организации школе номер 28 станицы Анастасиевской. И этот список продолжает пополняться. На прошлой неделе детскому саду номер 51 хутора Ханьков также присвоен почетный статус казачий, что было отмечено в дошкольном учреждении большим праздником. В Анастасиевском сельском поселении, как и во всем нашем районе, бережно хранят историю и культуру Кубани, с уважением относятся к традициям казачества. Традиционное казачье образование – это большая сила, направленная на усиление патриотизма подрастающего поколения. Это прекрасно понимают в 51 детском саду хутора Ханьков, где накоплен богатый опыт воспитания детей в казачьем духе. Мы очень долго к этому шли. Начиналось все с кружка кубановедения. Дети изучали историю нашу, рисовали, приглашали мы родителей, собирали для музея. У нас уже давно-давно функционирует музей. И вот нам теперь присвоили такое звание, статус дали детского сада казачьей направленности. Мы будем продолжать работать. Я считаю, что это очень важная работа. Дети должны знать свою историю, знать все о своей стране, о своей малой родине. На торжественном мероприятии, посвященном этому значимому событию, присутствовали воспитатели, родители, казаки, жители хутора и поселения, почетные гости. Председатель совета Славянского района Григорий Литовко от всего сердца поздравил детский сад с присвоением казачьего статуса. Вы должны этим, ребята, гордиться. Теперь, когда пойдете в первый класс, вы скажете, мы уже казаки, мы уже подготовленные люди. Значит, я думаю, что самое главное, чтобы вы знали историю. Я уверен, что в дальнейшем из вас вырастут настоящие патриоты нашей Родины. По казачьему обычаю теплую встречу начали с задорных песен и угощения гостей караваем. Конечно, не обошлось и без зажигательных танцев. За прошедший учебный год четырем образовательным учреждениям в Славянском районе присвоен статус казачьей образовательной организации. Благодаря совместной работе всех заинтересованных служб у детей появились дополнительные возможности раскрыть свои таланты, узнать историю малой Родины, своего народа. Я всей души хочу поздравить наших детей, коллектив детского сада, всех нас с этим замечательным праздником. И хочется, чтобы 51 детский сад был всегда в числе лучших, в числе организаторов казачьих мероприятий. Но мы, как казаки, будем, конечно, гордиться нашим молодым поколениям. Глава Анастасиевского сельского поселения Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко подарил детскому саду святую икону и двухтомник истории Таманского отдела. Звучали приветственные слова, наставления. Казачата читали стихи, пели песни, показывали красивые танцевальные номера. Их выступления, собравшиеся, встречали горячими аплодисментами. Воспитание юных патриотов Отечества – процесс многогранный и творческий. И он будет здесь успешно продолжаться. Это радует Александра Семко. Вы сегодня видели, насколько детки раскрываются, насколько они любят и историю, они любят творчество. И я считаю, это только благодаря совместной работе и администрации района, и управлению образованием, и району казачьего общества, и казаков-наставников, и педагогов, которые одели казачью форму. Это все делается для того, чтобы мы знали и историю своего народа, и имели будущее. Итак, полку казачьих образовательных учреждений в Славянском районе прибыло. И здесь есть прекрасный настрой, чтобы вырастить из ханьковской детворы настоящих казаков. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Программа «События». Программа «Собразие»